А в минувшие выходные ситуацию с огненной стихией лично оценил заместитель руководителя Рослесхоза. Подробнее об этом расскажет Виталий Абрамов. По последним данным на территории республики бушует 18 лесных пожаров. На общей площади более 69 тысяч гектар, из которых 90% приходится на Вилюйский улус. Все основные силы брошены на борьбу именно с этими крупными пожарами. За последние дни в районе отмечается безветренная погода, что существенно помогло огнеборцам. Вчера ликвидировали три пожара и сегодня один пожар ликвидирован. Поэтому чуть площадь уменьшилась. На это основная площадь трех крупных пожаров в Вилюйском районе. В выходные в Улусе работал замруководителя Лесхоза, который лично проконтролировал ситуацию и встретился с местными жителями и пожарными. Население помогает и человеческим ресурсам, людей выделяют дисциплинированных, с инструментом ручным. Приезжают с ГСМ, приезжают с бензопилами. То есть человеческий ресурс нам, как правило, не хватает рук. Вместе с тем Кротов высоко оценил количество привлекаемых добровольцев к тушению пожаров и попросил главно-селюков ускорить процесс сбора документов мобилизованных граждан, чтобы не повторять ошибок 2014 года. Тогда из-за бюрократии многие добровольцы не смогли получить честно заработанные деньги. Население, которое ценой своего личного времени, ценой жертвы, их интересует, сейчас же можно собирать ягоды, нужно косить сено, но люди тушат пожары. И здесь вот вчера разлучало в одном из наслегов 100 человек, мужчин всего есть в наслеге, из них 77 работают на тушение пожаров. То есть практически все. И вот эти люди должны получить свою зарплату в полном объеме и вовремя. Вместе с тем у сельчан действительно помимо пожаров появляются и другие проблемы, в том числе и запаздывание заготовка сена для скота. В Вилюйском улусе на сегодняшний день сделана только треть этой работы. По плану у нас 900 тонн, на сегодня заготовлено только 30% от плана, скажем так. И такая ситуация практически во всех селах Вилюйского улуса. Поэтому население просит у властей привлечь дополнительные силы из федерального резерва, чтобы с огнем боролись более квалифицированные люди и освободить местных. Виталий Абрамов, Александр Жуков, НВК Саха, Вилюйский улус.